Доброго времени суток, подписчики и гости канала Фиалкин Островок. С вами Елена. Дорогие друзья, сегодня видео обзорчики сортов. И сегодня хочу вам также, кроме всех обычных сортов, показать три сорта промышленных из моей коллекции. Хочу начать с промышленного сорта. Это сорт Оптимара Микеланджело. В обзорчиках он у меня бывает часто, потому что практически постоянно в цвету. Не бывает так, чтобы был без цветов. Если только вот, наверное, момент, когда цветает, только цветочки сниму, но снова начинают набирать бутончики, набирают шапочку. Цвет цветочков белый и с пальчиковым окрасом на нижних лепестках. Этот сорт очень похож на Валиску Блю. И некоторые его путают. Но это Оптимара. Розеточка раскладывается сама. Танцев с бубнами не требует. Но сейчас уже весна и начался спрос на листики. Поэтому вот такая немножко ободраночка стоит. Уже некоторые листики с нее сняла. Еще промышленный сорт это уже Рапсодия. Рапсодия Аника. Эта красавица стоит у меня в глубине комнаты. Причем комната северо-восточной ориентации. В глубине комнаты только потому, что красавица не любит цвет. Не знаю, что с ней произошло, что она так вся изменилась. Во-первых, у нее цвет цветов стал немножко другой. Раньше было больше белого. А сейчас больше розового. Возможно, это еще связано с тем, что очень тепло в комнате. На подоконнике прохладнее, а в комнате тепло. Поэтому, может быть, она, конечно, еще и позаплыла немного. Розетка очень несимметричная в этот раз, потому что убирала ее на целый месяц и забывала переворачивать. Поэтому вот шапочку-то цветов она собирает и хорошую шапочку. Но вот розетка подкачала, конечно, это по моей вине. А так сорт очень красивый. Хочу другую линию этого сорта, потому что как-то убирать вглубь комнаты фиалку, чтобы она росла и цвела, мне совсем не хочется. Два года назад у этого сорта был сильнейший пересвет. Я ее вырастила из листика повторно. Но, тем не менее, к цвету красавица так и относится не очень хорошо. Если успею вовремя убрать в конце февраля, в начале марта, подальше куда-нибудь вглубь комнаты, тогда, в принципе, она растет нормально. Этот сорт полуминиатюра. ЛЕ шелковые кружева. Напоминает стайку бабочек над листиками. Красивый, яркий. К сожалению, она у меня стоит на полочке, где пора подсветку поменять. Поэтому вот цветоносы немножко повытянулись. А так красивая, действительно яркая. Цветочки как шелковые. Такая текстура интересная. Но вот, к сожалению, камера вот это все не передает. Это можно увидеть только, если вот смотреть на эту красоту вживую. Розеточка хоть полумини, но по размеру она примерно как малый стандарт, сантиметров, наверное, 20. Вот у меня в диаметре она, хотя в 100-граммовом стаканчике. У нее золотая кроновая пестролистность, но в этот раз почему-то она не очень ярко проявилась. Чуть-чуть, чуть-чуть совсем на листиках. Вот такая вот красавица. Очень украшает коллекцию. Цветочки, конечно, небольшие. Сантиметра может 2,5, ну максимум 3. Но тем не менее, этот сорт не портит от того, что цветов очень много. И вот такую шапочку собирает красивую. Но мне нравится, несмотря на то, что цветочки не крупные. Еще один сорт, который я вам не показывала, только от того, что камера не передает цвет. Просто черное пятно. Это сорт ЛЕ Седой Граф. Сейчас увеличу, и возможно получится передать вот эту глубину и красоту сорта. Смотрите, какие переходы цвета. Вот он еще только-только распускается. Еще цветочки не посидели. Еще видны вот эти вот переходы. Цветет очень долго. Мне одна подписчица написала, что он доцвелся до такой степени, что погиб. Поэтому, дорогие друзья, у кого вот этот шикарный сорт есть, снимайте вовремя цветы. Смотрите, сколько он цветет, чтобы не погибла вот эта красота. Покручу вам немножко, покажу. Потому что тут присутствуют и темные оттенки, почти черные. Фиолетовый, он прямо светящийся такой цвет. В общем, необычный сорт. Сорт очень красивый. Розетка пестролистная, сорт стандартный. В моих условиях не капризничает. Хотя встречалось с таким мнением, что сорт сложный. Возможно, мои условия ему подошли, поэтому он вот так цветет и радует своей красотой. Еще один красивый сорт моей коллекции Л.Е. Эсмеральда. В этот раз моя Эсмеральда, похоже, уходит в спорт. Цветочки потеряли зеленые рюшечки, и листики стали ровные. Раньше были волнистые. Возможно, придется поменять линию. Но пока она у меня в коллекции остается, хоть она и заспортила. Цветы мне у нее очень нравятся, даже и без зеленых рюш. Сорт стандартный, не капризный, очень легко растет. Розетка раскладывается сама. Проблем с этой красотой нет. Единственное, я не досмотрела и вовремя не укоренила листик, чтобы сохранить сорт. Сорт Энпасадобль уже в полном распуске. Как я вам и говорила, когда будет полный распуск, я вам его покажу. Вот такая красотища. Вот такая шапища цветов. Сорт Пистролистный, полуминиатюра. Я вам увеличу его, чтобы можно было рассмотреть вот эту красоту. Очень красивые яркие цветы с переходами. Вот раньше такой белой серединки не было. Все время цветы были ярко-розовые. А вот в это цветение вот такая игра цвета. Как будто вот эти белые лучики прямо растекаются по розовым лепесткам. И еще золотая окантовка на каждом цветочке по лепесткам. Очень красивый сорт. Очень долго цветет. Вот эта вот золотая окантовка, она сначала немножко зеленый оттенок. И за счет этого, возможно, вот такое долгое цветение. Изумительный сорт. По размеру, как малый стандарт. Хотя растет в 100-граммовом стаканчике. Это новиночка в моей коллекции. Сорт Л.Е. Галатея. Розетка Пистролистная. Цветы красивые, яркие. Очень много деток и стартеров этого сорта у меня, потому что было два листа. Если кому-то надо, кто-то по рыбинску, пишите. Химера ДС Пинка. Стандартный сорт. Плюс у этого сорта, что розетка сама себя формирует, хорошо раскладывается. А минус этого сорта от того, что цветочки цветут не веночком и не шапочкой. И вот такая растрепка постоянно. В принципе, она мне нравится и такой. Серединка не забивается. Цветочки центр не закрывают. Поэтому листики всегда хорошо раскладываются. Ну, а то, что она растрепка, это, конечно, на любителя. Те, кому не нравится, лучше этот сорт не заводить. А кому без разницы, что цветочки вот так лежат, то, в принципе, можете ее брать. Потому что сорт беспроблемный, цветет очень часто. Без цветов тоже бывает крайне редко. Этот сорт очень красивый, но и очень сложный. Сорт Джорджия Дадаян. Сложный сорт больше по розетке, потому что очень крутит листья. Чтобы листья были вот такими ровными пластинками, нужно подобрать освещение. У меня эта красавица растет на подоконнике. И летом, и зимой. С подоконника я ее не убираю. Летом она там без подсветки, зимой с подсветкой. Но зимой даже подсветка не спасает, крутит листья. Сорт очень-очень красивый. И цветы, вот такие вот огромные помпоны, они не выгорают. Обычно летом многие сорта выгорают на подоконнике. Например, сорт ПТ Лариса. Даже если на него солнце не светит, цветы выгорают. А вот у этого нет. Они распустятся, и он долго-долго стоит вот с этой вот красотой. Сейчас еще только начало распуска. Но я думаю, что когда побольше бутончиков откроется, вам я его снова покажу. Сорт Энка Лилон Лила. Дорогие друзья, вот я вам его только недельку не показывала. Посмотрите за эту недельку, как он распушился. Сколько дал цветоносов, сколько открыл бутончиков. Я еще насчитала, там бутончика, наверное, три неоткрытых. А так вот все, вот так быстро. Я и сама-то не ожидала, что вот так быстро весь раскроется, распустится. И я смогу вам его показать практически в полном распуске, как обещала. Правда, некоторые цветочки еще не доросли до полного размера. Они сначала раскрываются, а потом дорастают. Но все равно, вот уже их как много. Толстенные цветоносы. Да, и вот цветочек один еще не раскрылся, еще бутончик. Сорт R гори-гори ясно. В этот раз у меня цветочки в полуроспуске, прямо как колокольчики. Не открывает полностью ни один цветочек. Это второе цветение сорта. Первое цветение было... Вроде как хорошо цветочки раскрывались. Вот не помню, чтобы они были вот такие, как колокольчики. Очень много еще не открытых бутончиков. Еще весь полный тороспуск впереди. Но вот не знаю, что случилось, что не открывается. Розеточка стандарт. Сама себя формирует. Раскладывается ровно. Проблем с сортом нет. Вот единственное, только вот форма цветочка изменилась. Дорогие друзья, у кого есть этот сорт, напишите, пожалуйста, как он у вас. Потому что не могу понять, почему вот так. С одной стороны красиво, но хочется видеть и полный роспуск. Совсем забыла о своем обещании показать трейлерную фиалку. Кто-то у меня просил, и я пообещала. Было видео, как я ее сажала. Это ампельная фиалка 23 речка северка с золотой кроновой пестролистностью. Первое впечатление о сорте это то, что понравилось. Понравился сорт. В этом кашпо у меня растет три головы. Красиво смотрится, контрастно. Понравились цветочки с белой окантовкой, очень яркие. Но вот единственный минус, это занимает, конечно, очень-очень много места. Не знаю, оставлю я дальше этот сорт в коллекции или нет, потому что проблема вместе. Ну, подумаю, может быть, как-нибудь размещу на подоконнике. Возможно, получится. Сорт очень красивый. И у этого сорта у меня сейчас очень много деток. Если кому надо, кто по-рыбинску, пишите. На сегодня все. Спасибо, что заходили ко мне на островок. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok